В данном уроке определим напряжение и перемещение, возникающее в конструкции, которая состоит из двух пластин — медной и стальной, которые соприкасаются своими плоскостями. Подключим модуль SteadyState Thermal, выносим его с помощью левой клавиши мыши на рабочую область. И переходим в библиотеку для того, чтобы добавить необходимые материалы. Итак, сталь по умолчанию уже имеется в библиотеке, осталось перейти в библиотеку материалов во вкладке «Далее General Materials» и добавить медь с помощью данной кнопки. После этого можно вернуться обратно в начальное окно библиотеки и удостовериться, что все материалы добавлены. Перейдем к построению геометрии. Для удобства правой клавишей мыши выберем классический дизайн-моделлер. Итак, настроим систему единиц сантиметры, построим два эскиза на плоскости YZ, выбираем данную плоскость и нажимаем «Создать новый эскиз» два раза. Итак, начнем построение с первого эскиза, выберем правой кнопкой мыши перпендикулярное направление для удобства и переходим в скетчинг. Далее переходим во второй эскиз и точно так же настроим для удобства перпендикулярное направление вида и переходим также во вкладку «Скетчинг» и строим точно такой же прямоугольник. Переходим во вкладку «Моделинг». Далее выдавим два эскиза на заданное расстояние. Выбираем первый эскиз. Далее операция «Экструд». Нажимаем «Применить». Оставляем значение 0,2 сантиметра для выдавливания и нажимаем «Генерейт». Итак, первый эскиз выдавлен, и осталось выдавить второй. Определяем второй эскиз. Нажимаем также «Экструд». Нажимаем «Применить». Оставляем значение 0,2 сантиметра, но здесь меняем направление на противоположное первому эскизу. Оставляем «Дирекшн», «Реверсед». Нажимаем «Генерейт». И геометрия готова. Таким образом, получаем две отдельные пластины, которые соприкасаются между собой. Также для того, чтобы две пластины можно было отличать и видеть как отдельные, для этого необходимо выбрать первый или второй «Экструд» и задать, то есть изменить, опцию «Оперейшн» из «Адматериал» на «Эдфроузен» и нажать «Дженерейт». После этого две пластины будут отображаться отдельно. После того, как геометрия готова, можно перейти к построению сетки. Переходим во вкладку «Модел». Выберем правой клавишей мыши на категорию «Мэш» и добавим метод. Выберем геометрию всех тел и нажимаем «Применить». После этого изменим метод наложения сетки из автоматического на «Эксдоминант». Далее зададим размер сетки. Переходим в «Мэш». Раскрываем вкладку «Сайзинг» и введем значение 1 на 10 в минус 2. Далее нажимаем правой клавишей мыши на «Мэш» и нажимаем «Апдейт». Итак, построение сетки закончилось и сетка успешно наложена на металлические пластины. После построения сетки можно переходить к обозначению граничных условий. Заходим во вкладку «Сетап». Итак, зададим температуру для первой пластины 20 градусов по Цельсию и для второй пластины 120 градусов по Цельсию. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать правой клавишей мыши на «Стедди-стейт термал» и далее во вкладке «Добавить» выбираем температуру. Удостоверяемся, что во вкладке «Выбора» будет выбираться поверхность. Выбираем поверхность и нажимаем «Применить». Задаем значение температуры для первой пластины 20 градусов по Цельсию. Теперь добавим еще одну температуру. Также выберем следующую поверхность для второй пластины и нажимаем «Применить». Задаем значение температуры 120 градусов по Цельсию. Далее в «Солюшен» выбираем «Результат расчета», температуры и правой клавишей мыши нажимаем «Решить». После этого можно перейти в «Расчет», включить анимацию и посмотреть, как будет себя вести вторая пластина при взаимодействии с более холодной. Итак, тепловая часть данного урока закончена. Теперь подключим еще один расчет на напряжение. То есть посмотрим, как будут себя вести две металлические пластины, которые имеют разные температуры, и при этом на них будет воздействовать некая сила для того, чтобы подключить модуль «Стадик Стракшнл». И при этом сохранились все предыдущие граничные условия, то есть библиотека и геометрия и сетка. Достаточно нажать правой клавишей мыши на «Солюшен». Далее перейти во вкладку «Трансфер дэта» to new и выбрать «Статик Стракшнл». После этого все предыдущие данные из теплового расчета будут включены в следующий, и в расчете на напряжение можно задать граничные условия. Переходим во вкладку «Сетап». Зафиксируем две пластины с левой стороны на жесткое крепление. Для этого правой клавишей мыши нажимаем «Вставить» и выбираем «Fixit Support». Далее выбираем. Выбор поверхности. Face или поверхность. И с помощью данной функции выделяем боковую поверхность. Пластин. Нажимаем «Применить». Фиксируем две пластины на жестком креплении с левой стороны. Для этого правой клавишей мыши нажимаем на «Статик Стракшнл», нажимаем «Вставить» и выбираем «Fixit Support», то есть фиксированная поддержка. Далее выбираем две поверхности для первой пластины и для второй. Нажимаем «Применить». И далее добавим давление, которое будет воздействовать сверху на пластину. Нажимаем правой клавишей мыши на «Статик Стракшнл», выбираем «Давление», выбираем верхнюю поверхность, нажимаем «Применить». И зададим давление в 1 мегапаскаль. Давление задано. После того, как граничные условия заданы, можно настроить расчет на напряжение. Добавим расчет на общую деформацию, а также расчет на эквивалентное напряжение. Нажимаем «Сол». Итак, расчеты результатов окончены, и можно включить анимацию общей деформации и посмотреть, как будут вести себя пластины. Вот таким образом можно увидеть общую деформацию двух пластин. Рассмотрим также эквивалентное напряжение. Можно сделать вывод, что в программе «Энсис» можно успешно осуществлять отдельные виды расчетов, как тепловой, так и расчет на напряжение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова